Так, станция 2, шлака 2. Где было безмолвие? Где слух, чтобы ощутить его? Смотрите, слух не услышать, а ощутить. Вот эта разница есть. Нет, не было ни безволния, ни звука. Ничего, кроме нерешимого вечного дыхания, не знающего себя. Движение. Мысль, что вещи могут перестать существовать и все же быть, является основной в восточной психологии. В этом очевидном противоречии терминов заключается факт природы, постичь которой умом гораздо важнее, нежели обсуждать слова. Близкий пример подобного парадокса дается химической комбинацией. Вопрос. Перестает ли существовать водород и кислород, когда они соединяются, чтобы образовать воду, а является спорным и по сейчас? Некоторые возражают, что раз они вновь выявляются после разложения воды, то они должны находиться в ней все время. Другие оспаривают, говоря, что раз они в действительности превращаются в нечто совершенно иное, то на это время они должны перестать существовать как таковые. Но ни одна сторона не в состоянии составить себе хотя бы самое слабое понятие об истинном состоянии того, что стало чем-то иным и все же осталось самим собою. Существование кислорода и водорода в виде воды может быть названо состоянием небытия, являясь все более реальным бытием, нежели их существование в виде газов. И может слабо символизировать состояние Вселенной, когда она погружена в сон, или перестает существовать во время ночей Брамы, чтобы пробудиться или вновь проявиться, когда заря новой монумантары вызовет ее к тому, чтобы называем существованием. Елена Петровна в другом месте об этом вопросе пишет так. Ничто, существующее во Вселенной, не может исчезнуть из нее. Просто временно оба газа, образовавшиеся в воду, существуют и абскондито, но при этом не перестают быть. Ибо, если бы они взаимоуничтожались, то наука, расщепляя воду снова на кислород и водород, создавала бы при этом нечто из ничего. И тогда все ее споры с теологией благополучно разрешили бы сами собой. Следовательно, вода является элементом, если вам так угодно назвать, только на нашем уровне. Точно так же, кислород и водород могут быть, в свою очередь, расщеплены на более тонкие элементы, и все они будут дифференциациями единого элемента или универсальной субстанции. В оккультной философии, добавляет она, всегда лучше продвигаться от универсального к частному, а не наоборот. Вся система оккультизма построена на том, что в каждом человеке спрятана сила, достойная дать ему истинное знание. Сила восприятия истины, позволяющие ему постигать универсальные на собственном опыте, не нарушая при этом законы логики и не противоречия факту. Опираясь на эту внутреннюю духовную силу, человек может смело переходить от универсальному к частному, и не боясь сбиться с пути. Эта сила есть у всех, только она парализована нашими методами обучения, особенно методами Аристотеля и Бекона. Ныне повсюду господствует ее величество гипотеза. То есть, в конце концов, как сказать, что все субстанции физического уровня на самом деле суть следствия многочисленных вариантов взаимодействия или комбинирования этих основных элементов, а в первоосновии своей есть единый элемент. То есть то, что мы о чем говорили, все разворачиваются, все элементы разворачиваются из единого элемента, и на нашем проявленно-физическом плане не имеют многочисленного разнообразия. Дыхание единого существования – выражение, употребляемое архаическим эзотеризмом, лишь в приложении к духовному аспекту космогонии. В иных случаях оно заменено на материальном плане его эквивалентным движением. То есть, состояние духовности и единого дыхательствования – это и есть движение сознания в мире метафизики, а у нас движение форм в мире физики. И все это движение. Единый вечный элемент или местилище, содержащий элемент, есть пространство вне измерений, во всех смыслах, сосуществующим с которым является бесконечная продолжительность. В нашем проявленном мире это время. Изначальная, следовательно, нерушимая материя. То есть мы материи даем прокритии, мулопрокритии, как единый элемент, который является проводником Духа. И движение, абсолютное, непрекращающее движение, являющееся дыханием единого элемента. Это дыхание, как это видно, никогда не может прекратиться, даже во время вечности и пролавии. Но дыхание единого существования, однако, не относится к единой, беспричиной, причине или всебытийности, в противоположении ко всему сущему, которое и есть Брама или Вселенная. Брама, четверовекий Бог, который после поднятия земли из вод, закончил творение, рассматривается, как это ясно указано, лишь как причина, способствующая, но не как идеальная причина. То есть, все-таки, когда мы говорим о причине, мы с самого начала говорили, что есть причина абсолютности или беспричинная причина. И выявленная причина та, которая является причиной всех сотворенных будущих вещей и так далее. То есть, все равно всегда мы подозреваем, причина есть, которая сокрыта в вечности, она беспричина, и есть выявленная. В данном случае, четверовекий Лик и Брама, это есть причина уже выявленная. И отношение у него ко всему сущему, у него, как уже выявлено, он уже не имеет значения. Пока что ни один из востоковедов не понял вполне истинного смысла стихов в Пуранах, трактующих о творении. В них Брама является причиной сил, которые должны быть рождены последовательно для трудов творения. Например, в переводе Вишну Пураны ту часть, где говорится, и от него происходят силы, которые должны быть сотворены после того, как они стали реальной причиной. То есть, первое творение, мы знаем, творение Духа, или выявление тех духовных первичных сил всех. Когда это заканчивается, то после этого, после промежутка времени начинается вторичное творение. В данном случае говорится о первичном творении. И от этого происходят силы, которые будут создавать, ибо они становятся реальной причиной на материальном плане. За исключением этой единой, беспричиной, идеальной причины не существует другой, которая Вселенной может быть отнесена. Достойнейший из подвижников. Через мощь этого, то есть через мощь этой причины, каждая сотворенная вещь выявляется в силу присущей или же свойственной ей природы. Если в веданде и в нияя немита есть действующая причина, в противоположении упаданий, причины материальной, то в философии садхья прадхан уменьшает функции обоих. В эзотерийской философии, примиряющей все эти системы, ближайшей представительницей, которая является ведантов, толкованием ведантистов-адвайты, ничто, кроме упаданы, не может быть обсуждаемо. То, что принимается вайшванами, вайшнавами висиш адвайта, как идеальное, в отличие от реального, или парабрамана ишфара, не может быть найдено в опубликованных теориях. Ибо даже термин «идеальное» является ложным наименованием, когда оно применимо к тому, что никакой человеческий ум, даже умархата, не может себе представить. Для познания самоё себя или самопознания нужно, чтобы сознание и распознавание были бы осознаны. Обе эти способности являются ограниченными по отношению к любому предмету, исключая парабрамана. Отсюда вечное дыхание, не ведающее само себя. Бесконечность не может понять конечность. Беспредельное не может иметь отношение к ограниченному и условному. Мы уже упоминали понятие, что есть, когда мы говорили о категории времени, есть время прошлое и будущее, и есть настоящее. Вот когда прошлое и будущее находятся в настоящем, то, значит, и причины, и следствия тоже находятся в единстве своём. То есть движения как такого нет. То есть всё самосознающее сознание, оно включает в себе и то, что познаёт, то, что сам, как субъект, как познавание, и познавание. То есть всё это находится в единстве, и движения нет, потому что всё это есть абсолютное уже бытиё. И только когда начинается новая Монмантара, когда причина начинает отделяться от следствия, когда время уже начинает возникать и прошлое и будущее, то есть начинается движение, движение сознания. Причины были, которые заложены в прошлом, начинают проявляться уже, будут проявляться только в будущем, а не сразу же. Вот тогда начинается понятие движения, и это уже понятие не относится к абсолютному существованию. Произошла дифференциация материи и то пространство, которое несёт единый элемент, начинает развертываться, то есть началось движение. И означально, мы говорим, дыхание, то это есть движение духа. С этого начинается система. В оккультных учениях неведомая и неведомый двигатель или самосущие есть абсолютная, божественная сущность. Итак, будучи абсолютным сознанием и абсолютным движением, для ограничений чувств тех, кто описывает это, неописуемое, оно есть бессознательность и недвижимость. У нас опять изначально, наше сознание, вводит высочайшую категорию философию, то, которое мы как бы отрицаем. Все, этого ничего нет, сейчас, но это как причинное основание, все это существует. И придет время, эта причина, как становясь действующей силой, все развернет, все то, что она в себе содержит, как идея божественной мысли. Конкретное сознание также не может быть атрибутом абтрактного сознания. Как и свойство влажности, не может быть атрибутом воды. Влажность, будучи самостоятельным атрибутом и причиной влажного качества в других вещах. Сознание предпосылает ограничения и определения. Нечто, чтобы быть осознанным и кого-то, чтобы осознать это нечто. Но абсолютное сознание вмещает и познающие, вещь познаваемую, и самопознание, и все три в нем, и все три едины. Ни один человек не может сознавать более той части своего знания, которое вызвано его умом в любой определенный момент. Но такова бедность языка, что мы не имеем термина, чтобы отличить знание, о котором мы сейчас не думаем, от того знания, которое мы не можем вызвать в памяти. забыть является синонимом не помнить. Насколько же больше должна быть трудность в нахождении терминов для описания и распознания абстрактных и метафизических фактов или различий? Конечно, это же нам переход в состояние сознания, когда мы уже от мира восприятия наших чувств абстрагировались и чистейшее абстрактное философское сознание мы должны создать какую-то мыслеформу этим духовным состоянием мира метафизики. Потому что наше свойство человеческого сознания мыслить формами, то это трудность этих абстрактных идей себе представить, это является той проблемой, которая, чтобы понять нашему ограниченному сознанию в человеческом классе эволюции, то абсолютное сознание, которое существует в вечности. Также не следует забывать, что мы даем наименование вещам согласно тем видимостям, которые они принимают для нас. Мы называем абсолютное сознание без сознания, ибо нам кажется, что это неизмежно должно быть так, точно так же, как мы называем абсолют тьмою, ибо для нашего предельного понимания мы представляемся совершенно непроницаемым. Тем не менее, мы вполне признаем, что наше познание подобных вещей не действует в действительности. Например, мы невольно делаем различия в нашем уме между бессознательным абсолютным сознанием и бессознанием, тайно наделяя первое каким-то неопределенным свойством, соответствующим на высшем плане, недоступным нашим мыслям, тому, что мы знаем как сознание в нас самих. Но это не вид, не есть вид сознания, которое мы в состоянии отличить от того, что представляется нам как бессознательность. просто эти категории нам очень трудно судить нашим сознанием, нашим представлениям об окружающем мире, нашим тем абстрактным идеям, которые мы можем себе позволить думать, познавая этот материал. И все равно мы будем находиться в огромнейшей отдаленности от того сознания, которое находится в состоянии абсолютности. если оно такое существует, с нашей точки зрения, это бессознание, конечно. Потому что это сознание все вмещающее, и нам это трудно представить. Но такие категории есть, и дальнейшее развитие оттворения нашего монастического аспекта будет приближать нас к какой-то части познавания вот такого свойства сознания. Но только части. третий шлака час еще не пробил, луч еще не проник в зародыш, матри падма еще не набухла. Матри падма, матерь логос. сноска. Еще не набухла, это термин не поэтический, но все же весьма изобразительный. Луч вечной тьмы становится после своего исхождения лучом блестающего света или жизни и пронзает зародыш точку в мировом яйце, представляющем материю в ее астрактном смысле. Но термин точка не должен быть понят как приложимый в какой-либо определенной точке пространства, ибо в центре каждого атома имеется зародыш. Мы атом представляем как это мельчайшая частица материи, а в нем еще находится тот мельчайший зародыш. и все они в совокупности своей образуются родыш, или вернее так как ни один атом не может быть виден нашим физическим глазом, совокупности их, если только термин этот может быть применен к тому, что беспредельно и бесконечно, то есть совокупность их образует нумен вечной и нерушимой материи. С точки зрения символов здесь надо маленько отличать делать. Есть круг безокружности с точкой центральной, белая точка на черном фоне. Это является представлением сокрытого логоса и представлением той вечной тьмы. А вот когда она пронзает зародыш мировой ци, то это уже точка мирового яйца. Есть точка в круге изначально, а теперь точка мирового яйца. Точка мирового яйца это уже она несет в себе тройственность. То есть она является уже зародышем некой будущей яйца. как представление некой формы, в которой будут развиваться эмбриот. Он в своей основе несет корень троичности всегда. Одним из символов двоякой творческой мощи в природе материя и сила на материальном плане является падма водяная лилия Индии. Лотос есть продукт тепла, то есть огня и воды пара или эфира. В каждой философской и религиозной системе даже в христианстве огонь представляет собой божественный дух, активно мужское зарождающее начало. А эфир или душа материи свет огня пассивное женское начало от которого все в этой вселенной произошло. Потому эфир или вода есть матерь а огонь есть отец. Сэр Уильям Джонс а до него архаическа ботаника показал, что семена лотоса содержат даже до их прорастания совершенно сформированные листья и миниатюрный вид будущего законченного растения. Так природа дает нам образец предварительного оформления ее произведений. Семена всех явно брачных растений приносящих цветы содержат эмбриом, то есть растенец уже готовой формы. Это объясняет фразу матри падма еще не набукла, ибо в архаическом символике форма обычно приносится в жертву внутренней или основной мысли. то есть тот прообраз будущего цветка, когда он вырастет, он находится изображенным в корне, но еще сила, которая начнет изнутри разворачивать или предоставить силу жизни, чтобы начать цвести этому цветку расти, она еще не выявлена. то, что еще час не пробил, и все находится в состоянии пролая. Время не наступило. Кроме того, лотос или падма очень древний излюбленный символ самого космоса, также и человека. Причина популярности заключается, во-первых, в вышеупомянутом факте, что семя лотоса содержит себе законченное миниатюрное будущее растение, что является символом того факта, что духовные прототипы всех вещей существуют в мире нематериальном заранее, чем эти вещи становятся материальным на земле. То есть, основываясь на этом, мы знаем, что существует мир прообразов, для того, чтобы эти прообразы они все отобразились в воду, в глуби в вод пространства, и благодаря этим прообразам все будущие строители, архитекторы, строители нашей Тхян-Каганы различных ступеней иерархии будут создавать на форму будущей Вселенной, так называемые, будут называться космократами, но, еще раз повторю, формы в духовном состоянии, как прообразы, уже существовали в мире духа. Во-вторых, в том факте, что растение лотоса растет в воде, имея свой корень в или или грязи, и распускает свой цветок поверх воды в воздухе. Таким образом, лотос символизирует жизнь человека, так же, как и космоса. Ибо тайная доктрина учит, что элементы обоих одинаковы, и оба развиваются в том же направлении. Корень лотоса, погруженный в ил, являет материальную жизнь. Стебель, тянущая через воду вверх, символизирует существование в астральном мире, а самый цветок, носящийся над водой и открытый к небу, эмблематичен для духовного бытия. Шлака 4. Сердце ее еще не раскрылось для превхождения единого луча, чтобы затем низвергнуть его, как три в четыре в недра моей. Изначально субстанция еще не перешла в своей и своей докосмической непроявленности в дифференцированную объективность или даже не стала пока что для человека невидимым протелом науки. То есть существует вот здесь как раз этот вопрос что всегда так как материя всегда вечна, точно так же как наша физика говорит об этом но так и метафизика говорит что материя вечна в едином атоме и она еще изначально бывает состояние субстанции непроявленной и эта субстанция бывает в мире проявлена она в данный момент она еще не пришла в мире проявленность то есть свою дифференцированную объективность когда час пробил то есть время когда час пробил то есть всегда время задает то тот как час пробил то есть дает начало развитию или движению нашей вселенной потому что мы знаем что пролая и манвантара как два противоположных развития вселенных они равны по времени и вот сколько времени будет продолжаться пролая столько времени будет продолжаться манвантара вот здесь при завершении пролая час пробивается и начинает разворачиваться манвантара когда час пробил она становится восприимчивой к фахатическим отпечаткам божественной мысли фахатическим отпечаткам божественной мысли слово значит у нас имеется фахат фахат фактически у нас есть мысль божественная мысль несет некую идею и эта идея должна быть запечатлена на субстанцию и эту функцию сила энергии этой мысли и выполняет фахат он ее вот это благодаря этой силе фахатической мысли и он и осуществляет на первичной субстанции как тень брошенной светом на первичную субстанцию и он запечатлевает этот образцы как прообразы которые будут развернуты в будущем вот поэтому она в это время уже становится субстанцией восприимчивой фахатической отпечаткой божественной мысли логоса или мужского аспекта немамунди аллаи ее сердце раскрывается и она дифференцируется и три отец матерь сын превращается в четыре потому что три отец матерь сын то есть мысль которая всегда подразумевает свое начало как сознание она всегда имеет свойство как бы три упала в четыре воды и там жизнь и образовывается крест образовывается четыре в этом лежит начало двоякой тайны троицы и непорочного зачатия всемирное единство или односущность по тремя аспектами есть первая и основная догма оккультизма мы же говорили что зародыш в мировом яйце он уже троичен он в своем находится в единстве но как по будущим функциям он несет тройственность то есть три аспекта это дает возможность представления божества которое как абсолютно единство должно навсегда остаться недосягаем до пределного разума если бы ты захотел удостовериться в мощи действующей внутри корня растения или представить себе корень скрытый под землей ты должен был бы думать о его стебле или стволе о его листьях и цветах ты не можешь представить эту мощь независимо от этих предметов жизнь может быть только познану только по древу жизни мысль об абсолютном единстве была совершенно разбита в нашем представлении если бы мы не имели перед нашими глазами нечто конкретное что вмещало бы это единство божество будущее абсолютным должно быть вездесущим следовательно нет ни одного атома который не содержал бы его в себе то что не содержал бы его божество в себе корни ствол его многочисленной ветви являются тремя различными предметами тем не менее они составляют единое древо каблисты говорят божество едино ибо оно беспредельно оно троично ибо оно проявляется вечно вот в человеческом факторе вот мы понятие можем понятие огня как самый такой элемент который который несет всегда вечную сокрытость пламя пламя оно в себе всегда троично оно едино оно в себе троично поэтому искра пламени дальше будет подсказывать которая будет в себе неся божественность вот эту силу жизни она будет путешествовать по мирам май так называем или по мирам наших всех классов природы она будет выявлять ту жизнь благодаря которой все будет существовать в этом мире но изначально она должна чтобы проявиться она должна стать троичной поэтому и говорят что трехязычное пламя это проявление троично в своих аспектах ибо как говорит Аристотель каждое тело природно нуждается в трех принципах чтобы стать объективным оно должно иметь сущность сокровенную форму и материю сноска ведентист философии Висиш Адвайты сказал бы что хотя и будучи единой независимой реальностью парабраман не делим своей троицы что он троичен как парабраман чит и ачит следовательно два зависимые реальности не могут существовать отдельно или яснее говоря парабраман есть сущность неизменная вечная непознаваемая чит атма и ачит ана атма и его свойства как форма и цвет являются свойствами каждого предмета оба не являются одеянием или телом или скорее аспектом шарира парабрамана ну а культист найдет много что сказать против этого утверждения так же как и венантист Адвайты сущность сокровенная означало в уме великого философа то что оккультист называет прототипами запечатленными в астральном свете на низшем плане в мире анима мунди соединение этих трех принципов зависит от четвертого жизнь которая излучается от вершин недосягаемого чтобы стать разлитой во всем субстанции на всех проявленных планах бытия и эта четверица отец мать и сын как единство и четверица как живое проявление явилась причиной приведшей к древнейшему понятию непорочного зачатия кристаллизовавшейся впоследствии в догму христианской церкви которая вопреки всякому здравому смысла воплотила это мист метафизическое понятие нужно лишь прочесть каббалу и изучить ее методы толкования чисел чтобы найти предсхождение этой догмы это понятие является чисто астрономическим математическим и прежде всего метафизическим мужской элемент природы олицетворенным мужскими божествами и логосами вератж или брама гор или азирис и так далее рождается посредством но из но не из непорочного источника олицетворенного матерью ибо абстрактное божество будучи бесполым и даже не сущностью но бытием или самой жизнью это мужское божество имея матерь не может иметь отца то есть идет рождение посредством матери приводим объяснение этого на математическом языке автора говоря об измерении человека и его численном то есть каббалистическом значении он пишет в книге Бытия 4 оно называется измерением человека и Яхова равен человек и Яхова равен получается оно следующим образом 113 умножить на 5 дает нам 565 113 число человек в каббале и число 565 может быть выражено как 56,5 умноженное на 10 здесь число человека 113 становится фактором 56,5 умноженное на 10 и объяснение каббалистическое этого последнего численного выражения есть Йод Хе Вау Хе или Яхова развитие 565 56,5 умноженное на 10 сделано преднамеренно чтобы показать эманацию мужского принципа Йод от женского Ива или так сказать рождение мужского элемента от непорочного источника иначе говоря от непорочного зачатия то есть после как вообще понятно что после матерь непорочная она посредством которого рождается и будущее и материи сознания то потом она рождает мужской зарождающий элемент Йогова чтобы потом будущее когда материя будет уже пассивной и она будет материя и дух чтобы дух мог уже облаготворить материи но это будет уже в будущем на плане нашей физики на плане материальном о мире метафизики материя она сама порождает посредством ее идет порождение но повторю она выявляет сначала мужской элемент который будет порождать так повторяется на земле таинство утвержденное по свидетельству истновидцев на божественном плане сын непорочной девы или нериференцированный протил материи в ее беспредельности вновь рождается на земле как сын земной Евы нашей матери земли и становится человечеством в его совокупности прошлым настоящим и будущим ибо Егова или Йотхе Ваухе андрогин или двуполой наверху сын является собой весь космос внизу он человечество триада или треугольник становится четырехугольником сокровенным числом пифагора совершенным квадратом на земле шестигранным кубом макропросопус великий лик становится теперь микропросопусом малый лик или как говорят каббалисты ветхий дэньми нисходя на Адама Кадмона которому он пользуется как носителем для проявления превращается в тетраграмматон но сейчас он в лоне майни великой иллюзии и имеет между собой реальностью астральный свет великого обольстителя ограниченных чувствований человека если только знание через парамархасатия не придет ему на помощь конечно это здесь выдержки стадии доктрины это дано больше для изучающих каббалу и чтобы те кто изучает ее могли ориентироваться в предмете который дает нам тайную доктрину в его идеях отверстия